здравствуйте уважаемые коллеги мы продолжаем серию открытых эфиров которые проходят каждый будний день в 11.00 сегодня с вами турбаев дастан арестанович преподаватель международной педагогической академии дошкольного образования тема нашего эфира развитие связанной речью детей дошкольного возраста учимся пересказывать сегодня нам в помощь потребуют специальные пособия которые называются играем в театр увидите их на слайде меня также они дома здесь очень интересные картинки которые можно использовать для того чтобы ребенок смог научиться пересказывать и у него появилась связная речь развелась в какой-то мере вообще зачем нужна связная речь давайте об актуальности я думаю все прекрасно понимают что современном мире и вообще человеку необходимо уметь пересказывать рассказывать так как именно человека человек отличается от других животных тем что умеет разговаривать друг другом и самое важное если он не умеет рассказывать то это получается что очень плохо так меня плохо слышно уважаемые коллеги подскажите пожалуйста поставьте пожалуйста плюсики минусы меня плохо слышно хорошо так меня слышно скажи тогда смотрите у кого плохо слышно увеличите громкость динамиков хорошо так и мы продолжим умение связанное разговаривать отличает человека от животного умение хорошо представлять себя дальнейшем поможет ему и в карьерной лестнице и вообще в личной жизни то есть актуальность развитой связанной речи она всегда будет для человека важно вообще развитие словарного запаса развитие умения говорить ребенка появляется при общении ребенка со взрослым со сверстниками а также во время специально организованных игр есть несколько ступеней потому как необходимо развивать связную речь во-первых обогащение словаря ребенка далее активизация данного словаря рассматривание картинок что немаловажно так как визуализация помогает ребенку запоминать некоторые слова которые ему очень сложно запомнить выслушивание рассказов взрослого помогает ребенку увидеть опору . опоры на которую дальше дальнейшем будет ориентироваться своей уже деятельности при пересказывании различных историй рассказов и конечно же ответы на вопросы дальнейшем мы уже выслушиваем от ребенка его пересказы его рассказы о том как необходимо конечно же при развитии словарного запаса при развитии связанной речи необходимо обращать внимание и на грамматический строй речи и на звукопроизношение и на многое другое особенно для детей с нарушениями развития речи есть несколько приемов которые не есть несколько приемов которые необходимо использовать во первых это создание различных творческих постановок это и пересказ рассказов первую очередь конечно же освоение различных рассказов пересказов на основе каких-то картинок ну и вот такие вот вещи помогают ребенку большей мере обогатить свой словарный запас научиться пользоваться им и выстраивать данные слова специально организованные предложения которые будут отличаться непростыми красивая некрасивая а она отличается своей красотой и есть у нее определенные какие-то вещи которые отличают ее от других то есть предложения становятся более сложными и этим как раз и мы смотрим уровень того насколько у ребенка развита связанная речь так может мне громче говорить уважаемые коллеги всем слышно меня так говорят что слышно но продолжим у старших дошкольников и у младших школьников значительно возрастает речевая и мысличную мыслительная активность и поэтому ребенку уже старшего дошкольного возраста можно давать различные рассказы для пересказывания и сегодня мы как раз рассмотрим одно из пособий которые называются играем в театр она в основном служит нам как инструмент инструмент развития связанной речи и если она у кого-то дома есть или может быть наподобие что то есть то можете спокойно использовать так как мы сейчас находимся дома и слышать от ребенка различные истории различные рассказы например как сегодня мы рассмотрим историю про красную шапочку главный персонажи у нас будут использованы конечно же мама мама дальше красная шапочка как же без антагониста в любом рассказе это у нас серый сердитый волк жертва бабушка дальше преступление волк и конечно же место где все это происходит домик вот эти персонажи будут использованы в данном пособии в данном рассказе и сейчас я вам не буду рассказывать эту историю все ее прекрасно знают однако я хочу акцентировать внимание на том как необходимо это делать во первых конечно же мы показываем маму говорим какая у нас добрая обратите внимание дети какое выражение лица у мамы мама всегда добрая мама всегда помогает она сейчас держит и всегда что-то дает нам в данном случае она нам дает корзину с пирожками как сло что одета мама также акцентирую внимание на том какие вещи на ней одеты какого цвета и если кто меня смотрел на прошлом эфире я говорил о развитии эмоционального интеллекта всегда подчеркиваю на то как необходимо смотреть на персонажа не только на какой-то персонаж который есть который должен быть а на то какое выражение лица потому что авторы когда их рисую когда потом их творят они специально акцентируют внимание на том какой какой персонаж должен быть пытаются вдохнуть них жизнь вот мама у нас добрая обратите внимание на красную шапочку она типичный ребенок которая любит играть которая любит собирать цветы который ничего не надо кроме того чтобы поиграть в кем-то у нас есть волк что он затеял обратите внимание на его лицо его выражение лица широко раскрытые глаза открытый рот высунутый язык волк голоден и он может сделать все что угодно ради того чтобы поесть даже ограбить маленькую беззащитную девочку бабушка бабушки они всегда такие удивленные смотрят вроде как мудрые да и конечно же обращайте внимание во что одет персонаж что он держит в руках и многое другое здесь волк уже не такой голодный он уже предвкушает что что-то он сейчас делает да у волка морда извините пожалуйста меня но у нас тут персонажи поэтому можно говорить для ребенка и лицо я понимаю что правильнее говорить морда но мы говорим не о живом волке а персонажи поэтому мы говорим лицо у волка вот лицо или ну или морда если кто-то уже изначально будет ребенка учить правильному произношению различных частей тела и конечно же дом какой у нас дом сказочный домик на нем фонарь висит дверь такая лица деревянная окна и есть даже петушок он сверху то есть обращайте внимание не на общую картину а на детали и вот на основе этих картинок ребенок все в большей мере начинает понимать как необходимо рассказывать данные истории а сейчас давайте мы вот вы увидели тех персонажей давайте мы теперь посмотрим насколько у вас развито образное мышление я вам буду показывать определенного персонажа а вы пожалуйста отгадайте кто это у нас вот самое сложное отгадайте кто это у нас напишите пожалуйста в комментариях в чате волк красная шапочка карлсон бабушка бабушка ежик давайте теперь вам покажу я думаю уже все записали это у нас красная шапочка да кто писал бабушка обратите внимание что она еще не совсем похоже на бабушку так следующий персонаж кто это у нас у кого нет видео или звук обновите пожалуйста страницу нажав f5 или просто на круглую стрелочку наверху рядом с адресом мама да но вот многие писали бабушка это бабушка на самом деле конечно же этого персонажа вы сразу узнаете думаю ни у кого из персонажей в красной шапочке нет хвоста и таких острых ушей правильно так а это у нас кто думаю так же все в чате уже написали конечно же это волк который лежит в кровати тут очень легко отгадать этого персонажа потому что сразу видно кто это это у нас мама ну и остается конечно же дом я его показывать не буду ну вот он у нас таким образом мы обучаем ребенка отличать персонажа не только по цвету по выражению а также по изображению образные восприятия эти пособия наши пособия играем в театр я взял отсюда всех персонажей они у нас заявлены как 3d на самом деле это так персонажи они легко снимаются и находятся на поставочке специальная подставочка для каждого персонажа находятся эти подставочки в самом конце каждой каждого пособия вот например у меня эти два пособия есть нежная королева также они вот здесь находятся специальные подставочки если вы даете это пособие ребенку до трех лет типа эти подставочки конечно же убирайте так как это мелкие детали ребенок может их проглотить не даем ребенку до трех лет если не убираете эти подставочки детям от трех лет уже можно использовать данные пособия показывать рассказывать и самое важное когда вы слушаете ребенка обращайте внимание на то как он это рассказывает если вы будете заинтересованы в том как ребенок рассказывает то и ребенок будет заинтересован в том чтобы вам предоставить эту историю если вы захотите это пособие приобрести администратор сейчас вам отправить ссылочку на данное пособие и конечно же на школе семи гномов на сайте школы семи гномов для вас есть подарок скидка 25 процентов по промо коду мпады также вот недавно вот я посмотрел о том что есть там кэшбэк вот по секрету вам говорю там есть кэшбэк 5 процентов то есть получается вы потратите не полную сумму на данное пособие а будет скидка вам не 25 даже процентов от 30 процентов то есть кэшбэк 5 процентов вернется вам на карту поэтому берите пользуйтесь сейчас мы все дома находимся учите детей не теряйте время зря слушайте ребенка обращайте внимание на току как он рассказывает если если какие-то слова у него выпали из словаря помогайте ему восстанавливать и но ни в коем случае не пересказывайте за него помогите ему дайте ему возможность пересказать дайте ему возможность научиться для того чтобы связанная речь помогла ему в дальнейшем и в жизни и в карьере и в личной личной жизни и так далее спасибо большое за внимание всего вам хорошего берегите себя свидания